В Химках состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа. Представители муниципальных организаций отчитались о своих расходах и задолженностях перед заместителем главы администрации Дмитрием Кайгородовым и руководителями различных управлений. После обращения губернатора особенно актуальным стал вопрос о благоприятном экономическом климате в муниципалитетах. Безусловно, здесь нужно подчеркнуть то, что говорит губернатор Московской области неоднократно, что экономика определяет многое. И здесь, конечно, задача именно этой комиссии неформально подходить к ситуации долг, должник, а искать варианты, которые будут взаимовыгодны, которые помогут людям или организациям, или физическим лицам, или организациям, которые попали в это или находятся в этой ситуации, когда они являются должниками, структурировать и найти приемлемый вариант погашения долга. На сегодняшнее заседание было приглашено 22 арендатора с общей задолженностью в 41,5 миллион рублей и 23 юрлица с неуплатой налогов на сумму почти 60 миллионов рублей. Оксана Долгилевич оказалась в числе должников. Спорная ситуация возникла с земельным участком, который ее компания сначала арендовала, а затем выкупила. Оказалось, платить арендную плату предприниматели должны были до того момента, как запись о регистрации сделки будет внесена в Росреестр. Мы так и не поняли из-за этого ответа, надо нам оплачивать арендную плату или не надо. Потому что, по сути, мы уже выкупили участок и документы находятся сейчас в стадии регистрации. То есть, мы свои обязательства по договору купли-продажи выполнили. Но вы же пользуетесь нашей землей. Вот обычная абстрактная логика. Вот сидит налоговая. Спросите, когда она начнет вам прислать? С момента регистрации. Значит, вы этот промежуток пользуетесь и будете добры оплачивать аренду. Многие предприниматели стараются оплатить налоги сразу после получения приглашения на ковер в администрацию. Остальными, в случае неявки или неуплаты, будут заниматься правоохранительные органы. Продолжение следует...